Всем привет! В этом видео я вам расскажу как начать играть в игру World of Tanks. Заходим на сайт worldoftanks.ru, нажимаем создать аккаунт, вводим свой e-mail, ник, пароль к игре, повторить. Играем, нажимаем играть бесплатно, далее на ваш e-mail, который вы ввели, приходит смс с подтверждением вашего аккаунта, подтверждайте и скачивайте игру. Как у вас скачалась игра, заходите в World of Tanks, нажимаете играть, и вы показываете в игру. Мы зашли в игру, и сразу же нам попадается такая вот картина World of Tanks, и сразу же пучка, пароль. Нам нужна выбрать серию. Существует потеря в 1, 2, 3, 4, недавно видно 5. Также можем выбрать авто, то есть мы можем попасть на любую серию. Вводим, смотрим. Вводим, это точно. Пароль. Вводим. Я специально создал этот аккаунт, чтобы показать вам, как начать играть в эту игру. Так, мы зашли в ангарты, видите, у нас все по медалам. Там теперь я в огуре. Как вы видите, в правом верхнем углу написано базовый аккаунт. Так же можем купить премиум аккаунт, чтобы получать на 50% больше денег в опыту. Золото, это игровая валюта, за которую возможно купить премиум контенты. То есть танки в премиум, модули в премиум и все остальное. Серебро, это основная валюта, за которую вы сможете зарабатывать во время игру. Так, опыт вы зарабатываете в битвах и можете использовать для исследования танков и модулей. Перевод опыта вы сможете использовать для любой из техники. Так же я хотел вам рассказать про типы танков. Существует вообще 6 видов танков, 6 наций. СССР, Германия, США, Франция, Великобритания и недавно великий Китай. Так, существуют типы легкие танки, средние танки, тяжелые танки, вытасал. Я сейчас вам расскажу более детально. Легкие танки, это очень быстрые танки, которые служат как светлячки. То есть засвечивают противников для, в основном для артиллерии. Средние танки, быстрые танки со средними пушками. Легко манебрируют, уходят от снаряда. Протяжелые, самые бронированные танки наносят большой урон по соперникам. Но очень медленные, неповоротные. Легкая цель для артиллерии. Это САУ. В большинстве случаев не имеет башни. Зато у них высокий урон, нехорошая точность. В ближнем бою слабы. В основном прячутся в кустах. Это артиллерия или просто арта. Стреляют через всю карту. Прячутся в кустах на базе. И ждет, когда союзники высветят противника. У артиллерии самые мощные пушки в игре. Но если артиллерию кто-нибудь обнаружит, то выжить шансов у него почти нет. Хотел бы рассказать еще склад. Здесь вы можете посмотреть такие станки и модули. Снаряды и оборудование. В магазине вы можете приобрести танки, модули, снаряды, оборудование и снаряжение. За деньги, золото. Достижения. Вы можете посмотреть статистику. Проведенных боев, побед, поражений, выжившие. Свои титулы. Сколько вы его человек убили. Сколько заработали опыта во время всей игры. Ну все, короче, ваши статистики. Исследование. Вы можете исследовать любую ветку танков за опыт. Казарму. В казарме ваши солдаты, которые сидят в определенных танках. Например, МС-1. В МС-1 у меня два солдата в МС-1. В Ильтракторе 3. Т-1, 2. Также, как продаете вы танк, вы их куча распускаете. То есть, если у вас казарма переполнится, то вы не сможете купить танк. Справа вы видите статистику вашего танка. Прочность, масса, мощность двигаться, максимальная скорость, скорость поврота шасси. Все остальное. Слева видим солдаты. У них сейчас 50% левел. Процент. 50%. Ну, скажем, процентам они будут все лучше и лучше. То есть, будут видеть лучше. Огнетушение лучше будет и все остальное. Обслуживание. В обслуживании вы можете произвести ремонт, купить боекомплект и купить снаряжение за деньги. Это огнетушители, допимаг, всякое. Также вы можете нажать, ремонтировать автоматически, пополнять автоматически и пополнять автоматически. Ну, в этом случае вы должны выбрать, что будете брать каждую игру. Так. Внешний вид. Внешнем виде вы можете купить камуфляж, разные. И эмблемы на танка. Как видим, внизу у нас есть модули. Всякие. Можем купить новые. Они дорогие. Можем купить сеть маскировочную. Можно улучшать. Посмотрите. Ее информацию нажав правой кнопкой. Левая кнопка мы можем посмотреть, что можем улучшить. Чтобы выбрать танк для боя, нужно нажать левой кнопки на танке. Как и видим, вот этот танк мы сейчас выбрали. Так же мы можем играть с друзьями. Называется взвод. Прогласить одного друга. Если у нас базовый аккаунт, мы можем играть только с одним другом. А если у вас премиум аккаунт, то вы можете играть с тремя друзьями. Сразу. Ну, я вам сейчас расскажу, как провести один бой. Мы выберем любой танк. Эмблемый редактор. Нажимаем большую кнопку в бой. Как видите, у нас все сейчас по нулям. Мы стоим в комнате ожидания. Случайный бой нас кидают. За три секунды кинул бой. Ну, в самом низу, как видите. Но это не такая уж потеря на первую. Если я не ошибаюсь, нас кинуло со вторым левелом. Бывает такое, конечно. Продолжение следует... Так, попали мы поздно почему-то. Так, как видим, танки второго уровня. Половина. Чтобы посмотреть статистику ваших противников и соперников, то есть противников и средневеков, нужно нажать таб, посмотреть название танков, ники и кто же ворохтюгалку. Чтобы дать команду команду определенную, нажмите «З». В атаку. Нужна помощь. Никак нет. Там точно защищать и важно. Например, я дам команду в атаку. Как видим, я в левом углу нецветил атаку от моего имени. Также клавиша. «Р» — это автопилот по прямой. Вы нажимаете 3 раза или 2 «Р» и едете на максимальной скорости в пиле. Также, если вы нажмете 2 раза «Ф», вы поедете назад на максимальной скорости. Если вы нажмете клавишу «Альт», то высветится «Т» — класс «Антер». Как видим, «Медиум 2». Там тоже «Медиум 2». Если вы нажмете «С» — «Контур», то вы можете отвечать точке на карте вашим союзникам. Чтобы приблизить быстро ваш прицел, нажмите «Шифт». Левом. Как видим, там уже идет резня. Мы стреляем, но мимо. Еще раз стреляем. Минус один. Еще раз стреляем. Мимо. Прицелядка очень быстрая на первом геронии. Мешает наш союзник. Таких нубов много. Мы отъезжаем назад, потому что он нас стреляет. Как видим, уничтожили нашего союзника. Лучше отъехать назад, а то нам сейчас придет «Кердек». Автопилотин назад. «Кердек». Тут наш союзник. Он нас защитил. Мы проигрываем 6 на 10. Как видим, спереди уезжает «Кердек». ПСЗ-38. Наш союзник. Что-то я его не заметил. И меня убили. Как видим, нам дали 1179 монет серебряных и 75 опыта. Тут есть подробный отсчет, сколько мы убили, сколько нанесли урона. я вам советую тоже это посмотреть. После команды результат, посмотреть, какой кто получил. Тут все написано. Вот, кстати, обратите внимание, тут написано с премиум-аккаунта, сколько вы его получили. Ну, на первом уровне прибавилось или получать. Да, Так. Надеюсь, я вам все показал, что надо было. Надеюсь, вы оцените мой видеоролик. Будете играть вот как в танк. Всем пока, удачи.